Приветствую вас, Дмитрий. Давайте разберем ваш вопрос. Отвечая на то, что вы написали, а именно, как вам себя вести и о чем думать. Я думаю, что на данный момент вы уже о чем-то думаете, и вы, ну, в общем и целом, я думаю, знаете, как хотели бы себя вести. Поэтому ваш вопрос выглядит немножко таким лукавым, чуть-чуть. На самом деле проблема очевидна. Это ваши нервные срывы и поведение, которое интерпретируется женой как контроль и ревность. Даже если она не права, очень важно, что она видит это так. Коль-коль вы говорите, что у вас случается нервный срыв, значит они случаются из-за чего-то, из-за какого-то напряжения. Коль-коли вы говорите, что чувствуете, что не нужны своей жене, это неуверенность в себе, это низкая самооценка. Вот. Это, что называется, чересчур большая завязанность на человека. Вот. Не задавали ли вы себе вопрос, откуда такая важность знать, где ваша жена? Чем это важно? Почему у вас такая история, что с собой может быть не все, в порядке? Почему у вас такая история, что ваша жена, получается, не может пропасть на три часа? Ну, пропала и пропала, да? Вот. Откуда вот это беспокойство за нее, что с ней происходит? Ну и вот, собственно, ваша цитата слов жены, где вы пишете, что она должна была каждые 15 минут присылать вам фотографии, там, чтобы вы ей верили. Вот. Ну, очень похоже на ревность. Действительно. Я с вами не спорю, но как бы, понимаете, если вы, например, своей жене говорите, что я о тебе забыл сейчас, да, я о тебе беспокоюсь, мне нужно знать, где ты. Это ведь контроль-контроль. Это не много, не мало, но это контроль. Это и есть контроль-контроль. А контроль-это нарушение личных границ другого человека. Случайно ли, что вы взяли ее в телефон в состоянии алкогольного опьянения и стали искать переписки и вы продолжаете утверждать, что это не ревность? Я думаю, что вам нужно быть честнее с собой, со своими чувствами и признаться себе в определенных со слабостях, признаться, что вы слабы, что вы уязвимы. Вот. А вы же сами, по сути, говорили, что думали, что вы свои жене не нужны, что у нее кто-то есть. Ну так, что, что это? Что это такое? Как, как, как не ревность? Поэтому нужно работать именно с этим, с вашей самооценкой, ценностями, личными границами, уверенностью в себе. Вот. И, в общем-то, смотреть на ваши чувства к жене. Вы говорите о том, что вы ее любите. Ну, хорошо, давайте посмотрим, какие векторы имеет ваша любовь. Ну, а что она направлена, да? Вот. С чего вы хотите и так далее. То, что вы говорите, что вы задаривали ее подарками и прочее, прочее, оно тоже выглядит как некая идеализация ее. Ну, во-первых, сделать ее какой-то, какой вы хотели бы, чтобы она была. Чтобы она была. Это первое. А второе, это, в общем-то, то, что, что значат эти подарки, по сути, для вас, я имею в виду. Вот. То есть, тут нужно смотреть. Ну, а что касается скандала, то это история про невозможность сближения, да, неискренность. И, в общем-то, запрет себе быть самим собой. Вот. Поэтому, да, вам в первую очередь нужна психотерапия. Вот. Вам нужно разобраться в себе и изменять потихонечку свое поведение, не для жены, не для себя. И если, вот, какой-то потенциал у ваших отношений есть, то он о себе даст знать. Вот. А вот сейчас с таким подходом я боюсь, что даже если она вернется, вы просто на те же грабли наступите. Вот. На этом все. Всего вам самого доброго. Удачи!